Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Сергей Амбросов, и у нас сегодня очередная передача из цикла «Совет директоров» с темой «Врач становится предпринимателем. Часть 2. Про законодательство». Наша программа предназначена для тех врачей, которые планируют открыть свою частную практику или создать свой медицинский центр. И наши гости своим опытом и советом помогают им в этом. И сегодня у нас в студии Аникина Марина Александровна, врач, кандидат медицинских наук, учредитель и генеральный директор компании «Клиника доктора Аникины». Добрый день! И Егорова Ксения Владимировна, руководитель юридического департамента компании МБК, эксперт по сопровождению компаний медицинского бизнеса, с опытом работы чуть менее 20 лет, в том числе в Роспотребнадзоре. Добрый день, коллеги! И начать нашу сегодняшнюю передачу я хотел бы с ответа на вопрос, который нам задали в прошлом эфире, когда мы разбирали вопросы финансов при открытии собственного медицинского центра. Кстати, этот эфир вы можете посмотреть на Первом медицинском канале, он сейчас уже есть там в записи. Вопрос был следующим. Когда открываешь бизнес не самостоятельно, а с партнером, необходимо как-то зафиксировать договоренность, заключить какое-либо соглашение. Вот какие бывают соглашения и что в нем должно быть указано? Собственно, есть вопрос. Ксения, ответьте, пожалуйста. Да, действительно имеет смысл при, в случае организации бизнеса двумя и более участниками или акционерами, имеет смысл заключать акционерное соглашение, либо учредительный договор. Этот документ не является обязательным. Это договор в простой письменной форме между акционерами или участниками, который закрепляет основные права и обязанности, и в общем, как участники планируют жить дальше. Это договор, который подается в налогу или отдельный документ? Нет, этот документ не подается никуда, он в простой письменной форме, и он между участниками либо акционерами действует. По закону участники должны уведомить общество о том, что заключен такой договор, потому что он может быть также не между всеми участниками, допустим, а между некоторыми участниками отдельно, если их, допустим, много. И этот договор может заключаться на любой стадии, то есть не только до момента регистрации общества, но и в любой момент после создания общества. И что я как юрист вижу, очень часто реализуется на практике, имеет смысл там отражать, это то, как участники либо акционеры планируют распоряжаться финансами, каким образом они назначают органы управления, единоличного исполнительного органа, зачастую вот этот вопрос является проблемным, каким образом распределяются расходы, одобряются какие-либо сделки. То есть вот этот тот блок чувствительных вопросов, по которым, насколько я вижу, имеет место быть споры. А какая есть практика, если кто-то нарушает эти договоренности? Вот в данном случае, поскольку этот договор, эта вот отрасль и договоренность между акционерами, она менее всего зарегулирована в законе. И получается, все, что прописано в договоре, имеет место быть. И защита только судебная. Но я по своему опыту могу сказать, что достаточно сложно доказывать нарушение обязательств по учредительному либо договору, либо акционерному соглашению. Действительно очень сложно. И что я рекомендую? Если есть стороны, закрепляют какое-либо обстоятельство, которое сторонами должно соблюдаться, то прописывать также уже механизм, как стороны будут доказывать нарушение, и что они будут считать сложившимся фактом данного нарушения. И сразу предусматривать штраф. Так как, по большому счету, ответственность за неисполнение данного договора это взыскание имущественных потерь. Но это тоже очень сложно доказать, потери. Поэтому имеет смысл сразу в договоре предусматривать какой-то штраф за каждое нарушение. Допустим, не явился на собрание штраф, проведена какая-то транзакция без согласования необходимого штрафа. И, например, затем распределять. Стороны должны подумать, каким образом это реализовывать. Желательно во внесудебном порядке. А имеет смысл такой договор делать с участием нотариуса, например? Я думаю, что да. Однозначно. Потому что, с одной стороны... Это придаст какую-то весомость документ? Весомость будет хоть так, хоть так. Суды на текущий момент, практика стоит в том... Есть как раз позиция конституционного суда, выраженная в прошлом году, в том, что договор, можно сказать, священен. И суды всяческим образом стараются охранять сделки, независимо от их формы. То есть в данном случае... А можно сказать, не я это подписывал. Если есть как раз вот такая вероятность, что одна из сторон, ну, теоретически, гипотетически, может повести себя таким образом, то да, стоит. Но если, например, договор создан таким образом, что потом конклюдентными действиями... Конклюдентными действиями, то есть это действия стороны, направленные на исполнение данного договора. Если одна сторона совершит какое-то действие, которое будет подтверждено, что вот в рамках этого договора, то можно будет в любом случае доказать его правомерность. Но нотариальная форма, да, имеет место быть, но в моей практике договоры в простой письменной форме, они вполне себе защищают стороны. Главное, чтобы там максимально было подробно прописано то, что стороны видят в качестве таких тонких моментов, которые необходимо урегулировать. Марина, вот вы пример того врача, практикующего, который пошел по пути предпринимательства, да, и у вас было, насколько я знаю, несколько компаний, и сейчас есть действующий центр, успешный, как вы мне сказали до эфира, запись на много-много дней вперед, и все замечательно в нем. Вы открывали самостоятельно, был ли у вас опыт работы с партнерами, может быть, есть какой-то ваш личный опыт к ответу на этот вопрос, который мы сейчас осматривали? Да, мой личный опыт – это начало бизнеса с партнером, потому что ранее у меня не было в бизнесе среди никакого опыта, и мой опыт был исключительно медицинский, исключительно профессиональный в медицинской сфере. И на тот момент мне казалось, что я выбрала наиболее безопасно для себя взять франшизу, то есть некую модель обкатанную. Мне предложил открыть ее как раз мой партнер, и это был человек, который достаточно много, как я понимаю, тогда понимал в бизнесе, и был достаточно искренен, убедителен, искренен, и, что самое главное, надежен в плане перспектив, потому что он сразу определил, что данный бизнес ему нужен для того, чтобы заработать на нем деньги. Он планировал продать свою долю в последующем, либо мне, либо другому человеку. Поэтому здесь было достаточно просто… Это хорошо, что на старте… Видна была перспектива, да. То есть вот о чем сказала Ксения, мы не заключали никаких договоренностей по поводу, кто чем будет заниматься, то есть мы проговорили. Я занимаюсь обеспечением качества медицинских услуг, контролем за медицинским персоналом, наймом медицинского персонала, потому что я могу в большей степени оценить их профессионализм. А Михаил занимался как раз финансовой стороной, он меня консультировал в плане транзакций, сделок и так далее. То есть в последующем налажил работу таким образом, чтобы сделать ее максимально для себя техничной и не влезать потом в какие-то нюансы. Достаточно хорошо у него все это получилось. Это был первый опыт. Я позволю добавить, что есть в теории несколько основных видов акционеров. И очень хорошо на старте определить, к какому, скажем так, характеру относится тот или иной человек. Есть акционеры, которые хотят сделать компанию подороже, ее продать, это их стратегии акционерные. Есть, которые заинтересованы в регулярном получении дивидендов, они не хотят продавать компанию, им нужен постоянный доход в виде дивидендов. А есть акционеры, для которых компания – это способ реализации своих амбиций, своих каких-то задач, и для них финансы вопрос уходит на задний план, и для них это способ самореализации. Мне кажется, определить, с кем вы начинаете бизнес на старте, очень важно. От этого будет зависеть, в том числе, потом уже возможность выхода из бизнеса или решения каких-то спорных моментов. Когда ты понимаешь, какая у человека стратегия, зачем он вообще пришел в этот бизнес, зачем он дает вам деньги, что он от этого хочет. Я думаю, что самое главное – задать все вопросы на старте, не разбираться в этом уже потом, когда возникают какие-то сложности. И второй случай. Второй случай был для меня очень поучительный, но менее доброжелательный. Второй партнер, то есть в итоге с Михаилом закончилась история, что компания стала полностью моей. Мне показалось мало, я думаю, надо расширяться, здорово все получается. Аппетит приходит. Аппетит приходит во время еды, да, вроде все нормально, все хорошо. И вторым моим партнером стала девушка, которая имела навык в бухгалтерской сфере. И здесь мне тоже показалось все очень логично. Я отвечаю за качество медицинских услуг, за их контроль. Мой партнер отвечает за ведение документации, бухучет, налоговый учет. И тоже все замечательно. И с этой стороны я буду полностью закрыта. Поэтому моя ошибка была в том, что я не углублялась в эту сторону совсем. Я доверяла своему партнеру, и через несколько лет оказалось, что очень зря. Поэтому учредителю этой компании пришлось выйти и забыть про нее как страшный сон, потому что качество исполнения обязательств со стороны партнера было на очень низком уровне. И сейчас вы одна владеете компанией? Да. То есть вы пришли к тому, что лучше отказаться от партнеров? На момент расторжения моего участия в последнем проекте, нотариус, который готовил документы, сказал, я тебе советую на всю жизнь. Лучше, чем самолично, нет никогда. Поэтому здесь у меня возникает вопрос, который я хочу обсудить с Ксенией, с Сергеем. Вопрос инвестирования, но не партнерских отношений в рамках соучредителя. То есть потому что начинается внедрение в профессиональную медицинскую сторону. Медицинский бизнес, он очень специфичен. С одной стороны, мы говорим про медицину, которая должна быть идеальна, по-другому быть не должно. С другой стороны, мы говорим про бизнес. И часто... Это входит в конфликт. Да, это определенный конфликт. Конфликт есть, потому что ты можешь выстроить стратегию таким образом, что ты возьмешься за какую-то глобальную медицинскую историю и прогоришь в качестве бизнеса. То есть ты, наоборот, сваливаешься в шривотанство и будешь зарабатывать хорошие деньги на беде и более трудных людей. Да. То есть должен быть человек, который поймает этот баланс. Вот. Либо сочетание людей в команде, которые подскажут, давай мы сначала сделаем вот это, не убирая твою идею, мы сначала сделаем подготовительные шаги, мы подготовим финансы, в том числе ресурс, и потом когда-нибудь возьмемся на свою большую идею, например. Либо разобьем твою идею на составляющую части, когда выполним что-то сейчас, что-то потом, но реализуем ее. То есть борьба действительно амбиций, как вы сказали. Кто зачем идет? Я шла за медицинской практикой, которая... Вам нужно будет реализовать себя. Реализовать. Своя клиника – это способ реализации профессиональных задач. То есть я такой, в начале своего пути, я себя позиционирую как такой медицинский романтик. Хочу сделать так классно, как нет ни у кого. В принципе, я сейчас, через много лет, я могу сказать, что медицинская часть у меня реализовалась. Но вот эти тернии, через которые приходится проходить, документы оборот, налоги, финансовые планы, отчетности и так далее, здесь, конечно, нужен очень надежный человек, который будет выполнять партнерскую составляющую, но не являясь соучредителем. Вот мы как раз уже затронули тему инвестиций. Что такое инвестиции? Нужны деньги на развитие бизнеса. И находится человек, который готов их предоставить. За чашкой чая говорит, да, вы замечательный врач, я вам верю, я готов вам дать 5 миллионов рублей. Ксения, какие бывают варианты, как взять эти 5 миллионов рублей и все-таки реализовать ту задачу, которую вы поставили в открытии медицинского центра. Да, вариантов множество. Вариантов может быть множество. Когда я говорю множество, наверное, я лукавлю. Их не так на самом деле много. Конечно, если мы не говорим о заемных денежных средствах, именно как кредитование, банковское кредитование, потому что стартапу, начинающему бизнесу, достаточно сложно получить данные деньги. Как мы поняли, во время предыдущей передачи практически невозможно. Да, да, да. Если мы говорим про венчурных инвесторов, то это не те суммы, которые необходимы для малому бизнесу для старта. Если мы говорим про других людей, как вот, например, вы говорите, не брать в соучредители, теоретически это можно сделать, если у вас остается контроль за компанией. То есть если мы предусматриваем, что второй партнер, он имеет право на получение прибыли, но не имеет права в управлении. И, собственно говоря, и для партнера, и для вас это окей. Конечно, обо всем нужно договориться на берегу. И, как совершенно правильно сказал Сергей, это чтобы сразу понимали стороны, какой они хотят результат. И вот результат этого партнерства. Могут быть, это я уже как сказала, да, что можно поделиться своей долей, но оставить за собой корпоративный контроль. В случае, если предусмотрено уставом, есть такой механизм вклада в имущество общества. И этот вклад может быть непропорциональным. То есть по общему правилу, вот если у вас, например, доли, допустим, 40 на 60, и вы принимаете решение внести денежные средства на развитие вашего общества, то одна сторона должна внести 40, другая 60. Но это правило можно поменять. Можно в уставе закрепить возможность внесения непропорциональных вкладов. И это решение принимается участниками либо акционерами единогласно. То есть, условно, доли 70% на 30, но один из участников вносит всю сумму, необходимую для инвестиций. Да. И это можно юридически оформить, не противоречив классической формуле, какие доли тот столько и вносит. Да, безусловно. Как эта форма называется еще раз? Это является непропорциональный вклад в имущество общества. И в данном случае как раз реализуется вот та формула, что с одного человека это знание, умение, понимание бизнеса, с другого человек инвестиции. Также это может быть классическая схема, это инвестиционный займ. То есть, когда человек, даже это может быть физическое лицо, потому что на текущий момент законодательство у нас в Российской Федерации идет по пути понимания, что физическое лицо тоже может быть инвестором, и его деятельность может быть направлена на получение прибыли. И можно предусмотреть внесение займа в общество и его возврат через определенное количество времени, не важно это месяц или лет, когда вы можете определить это не обязательно датой, а, например, выход общества в точку безубыточности. И возврат может быть проценты, посчитанный либо формулой, какой-то быть конкретный процент, либо это какая-то доля или процент от прибыли. Этот процент подвязан к ставке ЦБ? Не обязательно. То есть, мы вообще исходим из того, что между обществами, например, между хозяйствующими субъектами не должны быть сделки, направленные, безвозмездные. И вот ставка ЦБ, она говорит о чем? Что вот эта минимальная ставка, когда предполагается, что ключевая ставка, что стороны получат какую-то прибыль. Иначе это все уйдет в небытие и покроется инфляцией. Но если мы говорим, например, про займ физических лиц, то это, в принципе, не действует, потому что физическое лицо может внести... На любых условиях, да? То есть, это никак не связано. Да, это никак не связано. Но в том случае, если опять-таки налоговая будет смотреть, была это предпринимательская деятельность или нет, но предпринимательская деятельность — это в любом случае деятельность, направленная на получение прибыли. И это случай, когда физическое лицо идет намеренно на риск для того, чтобы получить прибыль. Если компания после того, как в нее была инвестирована некая сумма, терпит убытки, вот здесь инвестор разделяет эти риски? Здесь тоже в зависимости от того, о чем стороны договорились. Если, например, речь идет об инвестиционном займе, вот, например, физическое лицо или компания, неважно, предоставили займ в размере 5 миллионов рублей. И вот они говорят, допустим, вы выйдете в точку безубыточности и тогда начнете этот займ возвращать. Вы приходите через какое-то время и говорите, ну вот все, денег нет. И тогда мы смотрим на то, что написано в договоре. То есть, если в договоре действительно вот есть предусмотрено, что займ не подлежит возврату и сторона не вправе требовать возврата займа до того момента, как компания выйдет в точку безубыточности, все, эти деньги нельзя вернуть. Это вот что касаемо возвратов. Когда вы говорите о том, что убытки, насколько, да, сторона должна также покрывать убытки, в случае, если это займ, то точно нет, потому что вообще договор займа, он является реальным договором. То есть у нас, я как юрист могу сказать, сделки делятся на конституционные. Это когда стороны пришли к договоренности о чем-то, и вот они уже должны исполнить эту сделку. А что касаемо займа и кредитования, то если даже сторону ударили по рукам и согласовали, что вот деньги придут завтра, любая сторона в любой момент может как отказаться от этих денег, так и отказаться в их выдаче. То есть поэтому понудить никакую сторону нельзя. Поэтому если у вас инвестиционный займ, понудить другую сторону, дать дополнительно деньги, это невозможно. Ну, теоретически. Надо договариваться. Надо договариваться, да. То есть эта конструкция, она, по крайней мере, в рамках законодательства нелегитимна. Ну, а в случае, если это идет вклад в имущество компании, то если компания разоряется и закрывается, все теряют деньги, то, в общем, инвестор не вправе тоже требовать их назад, потому что он, по сути, является предпринимателем и несет те самые риски, которые так или иначе есть с любой предпринимательской деятельностью. Безусловно. Но вот здесь хотела дополнить. Конкретно договором между участниками либо акционерами можно предусмотреть, что вот они внесли определенные денежные средства, просчитаны финансы, и на определенном этапе у сторон есть обязанность по внесению дополнительных денежных средств. То есть это может быть. Но здесь тоже нужно исходить из чего? Если предусмотрена пропорциональная обязанность, да, здесь вопросов нет. Если непропорционально, то то лицо, например, от которого вы ожидаете дополнительное финансирование, также должно проголосовать за. И резюмируя все, что вы сказали, то есть важно принципиально договориться, как будет строиться взаимодействие по деньгам при плохом сценарии, при хорошем сценарии. И, собственно, на все варианты есть юридические конструкции, которые могут эти договоренности зафиксировать. То есть сейчас достаточно широкая палитра инструментов в руках юристов, как зафиксировать эти договоренности и подобрать оптимальную форму внесения денег. Будет нести инвестор риски, не будет нести, в каком объеме, должен дофинансировать, не должен, с какого момента. То есть в принципе важно просто за чашкой чая все проговорить, и обратиться к юристу, который поможет все эти договоренности зафиксировать. Хорошо, нашли мы деньги, как-то их там поместили в компанию. Надо открывать юридическое лицо. Кстати, такой был как раз вопрос в предыдущем эфире. Какие бывают формы организации медицинского бизнеса, какие есть плюсы, минусы. Ну, наверное, Ксения, снова вас помучаем с этим вопросом. С удовольствием. Это моя любимая тема. Да. Слово вам. Если мы говорим про организационно-правовые формы, то есть мы, когда говорим про медицинский офис, в первую очередь мы исходим из того, что эта деятельность является лицензируемой. Поэтому вот это такой ключевой момент, от которого мы начинаем отталкиваться. Поэтому как форма, возможно, ИП, то есть врач может стать индивидуальным предпринимателем, но тогда нужно иметь в виду, что лицензию он может получить только на себя. То есть та квалификация, которая у него есть, те сертификаты касаемо врачебной деятельности. То есть если гинеколог становится индивидуально предпринимателем, он другие виды деятельности на себя оформить не может? Нет. Если он еще добрал косметологию, допустим, получил сертификат по косметологии, и вот соответствует лицензионным требованиям для данного вида, то да. Если нет, то нет. В данном случае как раз я консультировалась по этому поводу как раз со специалистами, которые занимаются лицензированием, и мне вот вчера однозначно подтвердили данные. То есть здесь какая может быть засада, что бизнес пошел по основному направлению, решили расширяться. Да. А лицензию придется получать заново, потому что заранее эти виды деятельности разместить не получится. Я так понимаю. То есть надо будет менять организационную форму. Да, организационную форму обменять. То, что лицензия, организационную форму обменять. То есть я как раз нужно сделать акцент на том, что если мы говорим про формы, то есть мы не берем некоммерческие сейчас структуры, хотя они могут быть тоже иметь лицензию, но самые простые это ИП, ООО и АО. И если мы говорим про ИП, мы говорим про свой какой-то индивидуальный кабинет, когда врач хочет реализоваться сам. И вот он единственный специалист, и это его личный кабинет. Если... Да, в плане франшизы я тоже встречала, что вот как раз анализы по франшизе открыты и как ООО, и как ИП, но не клиники. Вот. Что касаемо ООО, здесь, конечно, проще, потому что основное лицензионное требование, да, это должны быть сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры, которые как раз обеспечивают медицинские работники, которые обеспечивают заявленные медицинские виды деятельности. То же самое с ООО. И разница между ООО и ООО, я бы описала так. Если вы собираетесь, компания, медицинский центр не собирается глобально масштабироваться, либо продавать акции, привлекать дополнительный капитал, то ООО это оптимальная форма, на мой взгляд. Она и менее затратна на содержание, есть ежемесячное содержание, и такая понятная, открытая. В случае продажи доли там существует нотариальное удостоверение сделки, и там вот всегда удорожание, потому что если продавать сделку не по номиналу, долю не по номиналу, а по реальной стоимости, там еще процент от сделки забирает нотариус. Если мы говорим про ООО, то это оптимальная форма для масштабирования бизнеса. Если как раз, как Сергей говорил, результатом партнеров является создание бизнеса, затем масштабирование его продажа, либо привлечение инвестиций, то ООО оптимальная форма, потому что простая письменная форма продажи акций с участием регистратора. Но здесь ежемесячная сумма сопровождения этого общества, там не менее, вот именно акционерного, не менее 10 тысяч рублей, это то, что связано с введением реестра, который должен быть у специализируемой организации, обладающей лицензией. Вот три формы. Поправьте меня, если я не прав, на бытовые знания, что ИП еще человек отвечает за обязательства деятельности своим имуществом. Личным имуществом. Да, личным имуществом. В случае ООО сначала отвечает компания, потом уже, возможно, претензии уже к имуществу владельца. Но это гораздо более сложная процедура. То есть ИП человек отвечает всем, что у него есть. если он допустил какие-то просрочки по платежам и могут закрыть выезд за границу, попасть там в перечень добросовестных предпринимателей. То есть это такая более-более личная индивидуальная история. Личная индивидуальная история. Надо тоже понимать, выбирая эту форму ведения бизнеса. Но это не только в медицине, это везде. Да. Хорошо. Марин, а может расскажете, с какими сложностями вы сталкивались при открытии? Ну, открытие офиса медицинской клиники это всегда определенный перечень, по которому ты будешь вести свою деятельность. Наверное, первая самая большая задача это определиться с концептом. Ну, то есть ты в любом случае ведешь предпринимательскую деятельность. Ты должен понимать, что твой товар будет, твоя услуга будут как-то интересны твоим пациентам, клиентам и так далее. Потому что концепт определяет, какой перечень войдет в лицензию, какой перечень специальностей. И, соответственно, это и есть большая задача. Над ней стоит подумать, потому что она определяет и площадь, и помещение, которое ты хочешь взять в аренду, и стоимость ремонта, и специфику ремонта под каждую нозологию, под каждую специальность, подбор персонала, что тоже большая, постоянная проблема и задача. И сбор первичного для того, чтобы открыться, для того, чтобы начать работу, это сбор всех документов для подачи в управление по лицензии Минздрава. Так, чтобы давайте залицензируем все, что возможно, это не очень правильная история, потому что лишние издержки. Если мы говорим Легиармс, как все правильно, во-первых, весь перечень специалистов у вас должен быть уже найден, и с ними заключены трудовые договоры. Понятно, что в тот момент, когда мы собираем пакет документов, эту папку огромную, в большей степени мы находим людей, которые изъявляют желание с вами работать, мы заключаем первичный договор, впоследствии, может быть, не этот совсем человек будет работать, он поменял решение, вы поменяли решение и так далее. То есть здесь пока еще все возможно, то, что касается персонала. Далее есть требования у Минздрава, Роспотребнадзора, Роспотребнадзора, как должен выглядеть помещение, какой должен быть ремонт под данное направление, какой перечень оборудования, какой перечень мебели, и это все на момент, когда придет проверка по лицензии. Журналы, Все должно быть распечатано, то есть должно быть все готово так, как будто вы после того, как комиссия ушла, уже бы начали свою деятельность. И здесь, конечно, много финансовых издержек, на практике, ну, мы знаем, всегда начинается такое обручание даже среди специалистов, да мы этим никогда не пользуемся, но это есть в приказе, это есть в порядке организации помощи по данному направлению, это обязано у вас быть. Поэтому, действительно, это финансово очень емко, и по времени очень емко, потому что, по сути, открывая свое дело медицинское, вы должны понимать, что у вас будет два месяца на ремонт, потом придет Роспотребнадзор посмотрит, насколько санитарно вы соответствуете норме, потом вы еще два месяца, еще примерно два месяца вы стоите и ждете лицензию под парами, то есть все готово, и вы стоите четыре месяца, у вас коллектив набран, помещение арендной каникулы, не каникулы, как вы договорились, все сидят, пьют чай, ждут лицензию, а вы плачете, как учредитель, говорит, ну когда же, когда же, когда же, некоторые клиники даже открытие успевают провести, раньше, чем лицензию получить, я имею в виду, что банкет провести, мы уже запланировали, мы уже все запланировали, и как бы, да, лицензия еще, это ваша клиника, это была наша клиника, да, я помню, мы отгуляли в ресторане, раньше, было прекрасное открытие, да, и потом еще полмесяца ждали, когда же придет комиссия, да, и выдаст нам лицензию, вот, вслед за этим, начало трудовой деятельности, кассовый учет, книга приходов, расхода кассовой книги, и так далее, что тоже большая проблема, когда мы только стартуем, понятно, что я как врач не могу охватить все, соответственно, у меня есть сотрудники, которые выполняют определенные функции, в процессе только я понимаю, насколько они корректно, некорректно, добросовестно, недобросовестно, халатно и нехалатно относятся к исполнению своих обязанностей, это не касается только медицинских сотрудников, да, это касается и администраторов, и регистраторов, и вспомогательного персонала для медицинской клиники. Ну вот мы наконец открылись, да, дождались лицензию, разрезали ленточку, начинается регулярная деятельность, и у врача, как у предпринимателя, возникает две роли, ну, врач как врач, да, если он продолжает свою практику, и врач как руководитель организации. Вот давайте разберем как бы первую роль. Врач, врач, какие он несет риски, какие могут быть какие-то моменты, о которых стоит задуматься, так, чтобы не иметь проблемы с законодательством. Какая вообще есть ответственность врача за свою деятельность? Здесь мы сталкиваемся с тем, что у нас немножко психологически разные подходы. У врачей, которые работают в госструктуре, они должны быть одинаковые, да, и врачей, которые работают в коммерческом секторе. Поясню, потому что врач, как сотрудник в государственном учреждении, он больше привык к тому, что, ну, и зарплата у него часто фиксирована, и не зависит от того, как он работает, и не особенно жестко во многих учреждениях смотрит за тем, как он общается со своими пациентами, дает ли он свой личный телефон и так далее. К этому я вернусь, потому что это важный момент. Как он выглядит, как он разговаривает, довольный, недовольный. То есть часто очень я сталкиваюсь с тем, что врач говорит, ну, я же выполняю свой норматив. Вот я посмотрел, там, 12, 15, 20 человек. Ну, посмотрел, да, будут недовольны, будут люди, которые претензию напишут. Ну, и что? К этому больше привыкли в госсекторе, хотя и госсектор сейчас очень меняется, становится очень конкурентным с частной медициной. В частной медицине, во-первых, врач предоставляет услугу, за которую платит пациент. Это накладывает на него не только изумительное выполнение своих профессиональных обязанностей, но еще и навыки коммуникации, чтобы услуга была должным образом предоставлена, да, и еще и он должен выполнять услугу в рамках заявленной вот описания этой услуги. По времени, наполнение услуги, то, к чему в госсекторе тоже ранее вообще не было такого, что вот, а вы сколько раз молоточком ударили пациента, да, когда проверяли рефлекс? Ну, примерно так, если у вас это заявлено в перечне, описание услуги, вы должны это исполнить. Иногда это не надо, ты делаешь это для того, чтобы просто соблюсти протокол обслуживания, да, на каком бланке ты выдал заключение, спросил ли ты все ли понятно, это все входит в предоставление услуги. И многие врачи начинают обижаться, они говорят, мы не оказываем услугу, мы людей спасаем. Но мы пришли к тому, что вы работаете в коммерческом секторе, вы обещали и не выполнили что-то, и это не очень допустимо. Второй момент, коммуникация с пациентом в связи с тем, что многие врачи дают свои личные телефоны, мейлы и так далее, и переписываются в соцсетях. Но это очень распространено. Это распространено. То есть каждый врач хочет, чтобы у него была определенная целевая своя аудитория. И пациенту это удобно. Определенная армия пациентов, которые будут к нему ходить, которые ему верят. Это психологически тоже, он чувствует себя нужным и так далее. Но не надо забывать, что у нас нет личного лицензирования врачей в Российской Федерации. И ответственность за то, как вы в соцсетях эксплуатируете образ врача, как вы даете советы, как вы пишете посты и публикуете сториз, ответственность падает не только на вас, на вас падает уголовная ответственность. Если ваши действия стали причиной риска для жизни или смерти пациента. А административная ответственность сложится на клинику. В том числе на контроль качества предоставляемых услуг, на главного врача. То есть если в частной переписке врача с пациентом в WhatsApp даны неправильные назначения, и это привело к каким-то нежелательным последствиям, пациент может вполне обратиться в суд на организацию, где работает врач. Да, да. И здесь здесь вступает и закон о телемедицине, который говорит о том, что, например, какие чаще всего вопросы, да, у меня заболело ухо, или у меня поднялась температура, что мне принять? Чтобы не принять, значит, диагноз. А постановка диагноза запрещена. Вы должны осмотреть пациента для того, чтобы удостовериться, что диагноз соответствует, и пациент может в данный момент принять именно этот препарат. Или можно мне сократить вдвое? Да, можно. И это недопустимо. То есть с точки зрения законодательства ты сказал, выпить жаропонижающее, это недопустимо. Выпить обезболивающее, это недопустимо. Выпить там еще... То есть на все экстренное есть скорая медицинская помощь. И как руководитель организации решить эту задачу, Ксения? То есть как должен руководитель организации выстроить процессы, чтобы избежать вот таких сценариев? Нужно коммуницировать, в том числе с персоналом. И вот Марина конкретно отметила, мне очень понравилось, что в частной клинике как раз уже руководитель обращает врача внимание на то, что врачи оказывают услугу. Но необходимо отметить, что и в государственном медицинском учреждении врачи также оказывают медицинскую услугу. Особенно то, что выходит за рамки ОМС. То есть то, что платные медицинские услуги, это в любом случае именно услуги, на которые распространяется даже закон о защите прав потребителей. Поэтому действительно, насколько я сейчас вижу, парадигмы сдвигаются, и врачи начинают понимать. Не все, но вот насколько мне посчастливилось видеть, все понимают о том, что это медицинская услуга. И вот я как раз смотрела достаточно много информации по данному вопросу. И первое, на что обращают внимание, допустим, при рассмотрении споров, то есть нам, чтобы понять, как себя защитить, нужно понять, какие составляющие, скажем так, правонарушения выносятся на рассмотрение затем в суд. И если говорить про медицинскую помощь, то это своевременное, качественное оказание медицинской услуги. То есть первое, это идет своевременное, и есть как раз масса случаев, когда как раз лечебные учреждения привлекали к ответственности, когда что-то было сделано несвоевременно. То есть операция, например, там была одна проведена в августе, пациент затем обратился, что там что-то не устраивает, и повторную провели в январе, и время было упущено. И вот это был кейс. Затем говорится о качестве оказания услуги. Если мы говорим про качество, то это всегда в судебном порядке подлежит доказыванию. Для этого привлекаются эксперты. Качество оказания медицинской услуги не может быть доказано иными способами. И здесь, что важно подсветить, указать, что в рассмотрении споров с пациентами всегда есть такая своего рода презумпция виновности причинителя вреда, то есть медицинская организация. То есть медицинская организация, она должна доказывать свою невиновность. И если медицинская организация не приложила все усилия к этому, то суд может вынести справедливое решение о том, что в данном случае есть такой кейс. И судебная система, в том числе, сложно направить дело на новое рассмотрение. Уже будут последующие инстанции будут смотреть, рассматривать дело, потому что уже есть. И уже, знаете, это, как говорится, после драки кулаками не машут, и уже потом что-то принести в суд, а у нас есть вот это, и вот это, и вот эта экспертиза, не получится. То есть нужно думать с самого начала. Как может организация защитить себя? Если мы говорим про оказание медицинской услуги, то это как раз регламентированная деятельность. И сейчас, я думаю, вы видите, что я мониторю законодательство, и каждую неделю у меня выпущен новый стандарт медицинской помощи. Новый стандарт медицинской помощи. То есть есть правила оказания медицинских услуг, есть стандарты, и вы совершенно правильно заметили, если нужно ударить 4 раза молоточком, я не знаю, а не 3, то нужно ударить 4 раза молоточком. Отдельное, огромное, вот как раз момент важный, это информирование пациента. Вот то, как раз, о чем вы сказали, да, что вот врачи иногда, ну вот здесь же все понятно, вот я вот написал, и вот все. Нет, это главное право пациента получать информацию о своем здоровье и о том, что ему делать, какие вмешательства или какие процедуры с ним проводятся. Поэтому врач должен информировать. Поэтому, как защитить клинику, должны быть максимально прописаны стандартные операционные процедуры, вестись, конечно же, разъяснительные беседы с врачами о том, что это услуга... Ну, это очень важно, потому что могут навредить просто от незнания, например, по переписку, да, то есть наивно полагая, что это как бы частное дело, никак не коснется организации. Но когда организация получит штраф, врачу это тоже нехорошо, потому что, ну, по сути, нанес ущерб, да, компании, в которой она работает, и важно, чтобы это было, ну, если уж нарушение, какие-то осознанные, чтобы человек шел осознанное нарушение, это уже тогда, ну, прям беда-беда. А от незнания этого можно избежать, просто информируя, что как обстоят дела на самом деле с этим. Да. Причем у врача есть такая особенность, если там для других служб, вот он работает в определенные часы, и в определенные часы он исполняет свои обязанности, да, и в определенные часы, значит, он на работе или вне работы, то для врача, если вам в 2 часа ночи позвонит кто-то и спросит такого же совета, и вы ему дадите, не будет иметь значения, в какое время, в рабочее или нерабочее, вы дали этот совет. Вы врач 24 на 7, к сожалению или к счастью. И неважно, вы в халате говорите про медицинские темы или не в халате, когда записываете сторис или там видео какое-то, вы всегда несете ответственность как врач. Будучи практикующим врачом, вы несете ответственность как врач. Я бы хотела бы еще дополнить, что вот имеет смысл как раз у всех врачей должна быть должностная инструкция. И вот эти моменты оказания медицинской помощи имеют смысл достаточно подробно указать должностную инструкцию, чтобы можно было потом апеллировать, что если врач что-то не исполняет, то вот должностной инструкцией ему как раз это все показано делать. Ну, про ответственность руководителя организации перед законом можно, наверное, рассказывать долго и много. И это, наверное, весь административный, уголовный кодекс. Но все-таки давайте попробуем найти самые частые и самые распространенные ошибки на старте, которые допускают начинающие предприниматели. На что можно обратить внимание с вашей точки зрения? Марина, как вы думаете? Ну, поскольку мы говорим про медицинский бизнес, в медицинском бизнесе, поскольку часто руководитель, часто так бывает, что руководитель организации, он же главный врач, смещаются все-таки акценты наши в сторону качества оказания медицинских услуг и больше в медицинскую часть, нежели в иную, и иной документооборот. Поэтому взаимоотношения с налоговой, с ФСС, с пенсионным фондом. Иногда у нас отодвигается, ну, потом что-нибудь я додумаю, дойду, руки дойдут и так далее. Что-то не так важно. Не так важно. Конечно, тут жизнь человеческая на кону, да, но мы забываем, что мы становимся предпринимателем просто в этой сфере, в этой специфической сфере. А та нагрузка, которая лежит на плечах всех предпринимателей, она нас тоже касается. И то, что мы делаем исключительно сложную услугу, это не освобождает нас от ответственности перед всеми остальными органами и системами. Пожарная, охрана и так далее. Иногда это прям действительно больше, чем закончить медицинский институт, мне кажется. То есть не нужно недооценивать значимость вот таких достаточно, на первый взгляд, формальных каких-то процедур, отчетов. Потому что те, кто хотят получить эти данные, эти отчеты для них, это неформальность, это их работа. И они к этому относятся как первоочередной. Какие-то там смывы, смывы в системе кондиционирования, в системе вентиляции. Ты думаешь, господи, ну это же не первоочередной. Я слышал от других предпринимателей последнее очень активно стало антитеррористической деятельностью. Антитеррористическая деятельность. Экспорта, да, как они называются. Да, да. Охрана труда. Я вот обучена на охрану труда. Воинский учет. Ну вот это все, 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 что необходимо для того, чтобы работать и вести свою коммерческую предпринимательскую деятельность. Далее, потом немножко поработаешь, у тебя возникает вопрос с диспансеризацией персоналов. Такое ощущение, что они каждый месяц проходит диспансеризация. Только закончишь один акт, получишь на раке, уже другой надо делать. Ну поэтому это очень все интересно. Да, сейчас вот оказалось, что маски вот в метро все отменили, да, а в медицинских учреждениях санэпид режим никто не отменял. А мы как бы слушаем новость, ну как бы, ну отменили все, обратно ввели. Потому что органы проверяющие ходят и говорят, ну где, где приказ, что в медицинских учреждениях отменили. Мы сказали, ой, извините, больше так не будем. Сделали предупреждение, да. Синяя, есть что добавить? Да, пожалуй, есть. Вот как раз если по блокам распределить, да, то есть, конечно, блоки нарушения, которые связаны с нарушением лицензии. И я тоже посмотрела по этому практику. И вот как раз то, что Марина говорила, на момент открытия, да, там все идеально, есть все оборудование, все медицинские изделия, все врачи. То уже, когда проверка идет, например, по истечении пяти лет, у какого-то врача может закончиться сертификат, который прохождение аттестации раз в пять лет, да, если я не ошибаюсь. А сейчас аккредитация, как бы новая для врачей сложности. Это как раз, да, вот из этой истории. И лицензирующий орган находит, что, допустим, нет определенного медицинского изделия, нет договора, заключенного на техническое обслуживание определенного аппарата, там не пройдена, допустим, аттестация сотрудникам. Я, насколько посмотрела и понимаю, что вот избежать таких ошибок, ну, их практически невозможно. То есть в любом случае, по ходу, будут какие-то нарушения. И, естественно, нужно стремиться к совершенству, чтобы это все было. Но остановиться, потому что слишком много норм, слишком сложные законы, и вот как это все соблюсти, ну, я не знаю, никак сложно. Потому что даже мы, сопровождая бизнес, уже достаточно долгий период, и видя массу кейсов, читая огромное количество судебных практик, понимаем, что, ну, все предусмотреть невозможно. Поэтому, конечно, в первую очередь, если мы говорим про бизнес, нужно особое внимание уделять тем вопросам, которые могут навредить бизнесу. То есть, например, грубое нарушение лицензионных требований может повлечь административное приостановление деятельности на 90 суток. Это, например, когда мы обсуждали получение лицензии компании. Например, если у вас ООО, получена лицензия, в дальнейшем вы расширяете ассортимент медицинских услуг и заявляете дополнительный вид медицинской деятельности и получаете на него лицензию. Ну, например, какая-нибудь компания не дождалась получения лицензии и начала уже оказывать данную медицинскую услугу. Это грубое нарушение. Конкретно за него может быть достаточно серьезная ответственность, которая может повлечь как раз негативные последствия для бизнеса. Но, с другой стороны, если мы говорим вот о вот этих мелких нарушениях лицензионных требований, ну, когда, например, там, не знаю... Термометры у вас разбились, цельностеклянные, как написано в требовании. Да. То не всегда наступает ответственность. Государственные органы, к счастью, вот насколько мне приходилось сталкиваться, в большей степени люди и сотрудники более чем адекватные. И в КОАП РФ, в административном кодексе есть такая норма, как малозначительность. И мы даже, когда есть существенное нарушение, говорим о том, что, ну, вот общество, оно сделало все возможное для того, чтобы соблюсти нормы и правила. Вот есть различные установлены процедуры, каким образом мы следим за тем, чтобы это не нарушалось. Общество это сделало впервые, и никаких негативных последствий для пациентов или охраняемым законом прав, интересов, граждан, ущерб мы не нанесли. И тогда, вполне возможно, регулирующий орган просто освободит от ответственности в силу малозначительности. Вот это, что касаемо лицензии. Дальше начинается как раз, есть у нас Роспотребнадзор, отдельно как проверяющий орган, и он у нас проверяет что? О чем вы говорили? Смывы, это наша любимая статья 6.3, соблюсти все санпины, санитарные нормы и правила, которые, ну, мне кажется, практически нереально, нарушения могут иметь место быть. Но статья 6.3, она действительно, санкции ее не такая большая, чтобы вот всерьез переживать по этому поводу, но, естественно, если это не грубые нарушения, санэпид-режима, которые действительно должны соблюдаться, и за это может быть административное приостановление деятельности. Также есть момент с тем, что договоры оказания медицинских услуг, это тоже подведутся на Роспотребнадзору, и это уже такая более существенная статья. У вас очень редкая позиция юристов, немножко такая предпринимательская. Обычно юристы отсекают все возможности что-то нарушить, говорят, что надо все соблюсти. У вас такой поиск баланса между реальной жизнью и требованием законодательства. Это очень-очень ценно. Я думаю, что это пример для всех тех, кто отвечает за соблюдение законодательства в компании. Ну что ж, у нас время ответов ответов на вопросы, которые к нам поступают. Марина, вопрос к вам. Как вы работаете с претензиями пациентов? Слава богу, у нас редко они бывают, но часто, когда мы их видим, мы их видим в отзывиках. И у отзывиков, во-первых, есть правила работы с претензией. Ну, господи, в Яндексе, в Гугле они разные. В частности, надо, мне кажется, даже отпечатки пальцев предоставить, чтобы доказать, что вы были в данной клинике. Компания, агрегатор отзывов всегда старается, чтобы отзыв был все-таки решен. В последнее время, кстати, безабсолютно, можно бездоказательно написать всем. Вот, можно написать конкурентам, например, что у них плохие услуги, и отзывики будут нормально относиться к этому. Нужен хайп, наверное, надо немножко психологически раздать. Отлично. Я всегда говорю, что вы можете написать, во-первых, это правильно юридически, вы должны написать свою претензию и заложить ее с обратной связью, поэтому я всегда предоставляю возможность написать нам на почту, конкретно изложить суть претензии, не просто говорить, что фу, мне не понравилось. Давайте конкретно разберемся, в чем мне понравилось. У нас были моменты, когда действительно наши сотрудники ненамеренно, я надеюсь, не так коммуницировали, как, возможно, ожидал пациент. Либо пациент был сильно раздражен, у нас был отзыв там, что мы маленькое темное помещение, ну, что не соответствует вообще ничему, да. Но женщина писала, что она ждала в очереди анализ на бета-ХГЧ, я поняла, в каком состоянии она ждала. Наверное, ей надо было быстро-быстро все это сдать. Вот, поэтому обратная связь. И я даю развернутый ответ. В течение 30 дней мы проводим, мы имеем право проводить внутреннюю проверку, мы проводим проверку по данному кейсу и всегда находим какой-то отзыв. Кстати, часто очень люди пишут на эмоциях, и потом, когда призываешь их все-таки изложить, и полностью мы разберемся, они говорят, да, уже не надо. На бумагу уже по-другому немножко. Или на бумагу по-другому, да, и не выходят на связь. Потому что одно дело сказать форточку, что у Васи дурак, а другое дело, знаете, написать это официально, подписаться и дать обратно там телефон. Такой дурак, да. И может быть, домой погорячился немножечко, вот так. Ну, а идем на обратную. Следующий вопрос доходил до исковых заявлений от пациентов? Слава богу, нет. Компания, в которой я работала раньше, я была сотрудником, там доходило до... Ну, все закончилось до судебной... Ксения, у Вас-то точно... Урегулировали до судебной претензии. Вы можете... Я думаю, что специфика еще работы. Мы все-таки на амбулаторном звене чаще все-таки большие иски. Это удел стационаров. К сожалению, у них тяжелее пациенты, и у них тяжелее случилось. Поделитесь своим опытом, уж точно, наверное, не один проходил через ваш департамент. В данном случае на текущее место работы мы сопровождаем все-таки бизнес, но на заре своей, так сказать, туманной юности, еще в городе Новокузнецке, я обслуживала лечебно-профилактические учреждения. Была сотрудниками юридического агентства, и мы обслуживали крупнейшие больницы. И тогда как раз я представляла медицинское лечебно-профилактическое учреждение в судах по защите данных учреждений. И это были иски очень неприятные. Ну, то есть, допустим, там действительно были врачебные ошибки, которые вот мне приходилось отстаивать интересы организации медицинской. Что я хотела сказать? Конечно же, лучше никогда не доводить дело до суда, потому что, знаете, у меня есть такая шутка, вот выиграть дело в суде, даже при всех имеющихся доказательств, это как встретить динозавра. 50 на 50, или встретишь, или не встретишь. То есть, исход судебного заседания просчитать нельзя, потому что есть ровно диаметральная практика. Нужно своевременно отвечать на претензии, максимально урегулировать спор. И если вы уже как раз выходите в суд, то, безусловно, медицинское учреждение должно или организация ходатайствовать о проведении медицинской экспертизы и доказывать качество и своевременность оказанных услуг. У нас, к сожалению, не так развита сила медицинских сообществ в плане поддержки при решении спорных юридических вопросов, потому что, если это не прямо грубейшая медицинская ошибка, да, могут быть множественные нюансы и разбираться в нем, например, за рубежом разбирается преимущественно медицинское сообщество, консолидируя мнение по этому поводу, это не один человек-эксперт, а это прямо сообщество, консолидируя мнение, учитывая риск ошибки для дальнейшей практики всего сообщества, да, и, конечно, разработан механизм институт защиты от медицинской ошибки и защиты в том числе всей практики и специалиста, потому что ни один врач не хочет навредить своему пациенту. Очень мы сложную тему затронули. Очень сложно. Выходим. Потому что было несколько резонансных дел против врачей и складывается ситуация, когда, собственно, машина законодательства подталкивает врача не идти на сложные какие-то решения, потому что в негативном сценарии он может нести ответственность, и это очень сложная тема, и она активно обсуждалась среди врачей, что вот те дела, когда врачи получают реальные сроки за какие-то либо ошибки, они демотивируют с сложными и тяжелыми пациентами. И это самоотверженность врача, идти на решение этих кейсов, потому что у меня есть друзья, коллеги, я уважаю их выбор, которые отбирают пациента. Ты говоришь, я знаю, ты можешь решить этот вопрос. Он говорит, он слишком сложный, я не буду. Я не буду рисковать, у меня семья не при нынешнем законодательстве, да, хотя он мог бы решить вопрос этого пациента. И для меня такая позиция уважительна с учетом прецедентов. Один вопрос я ставлю на завершение нашей сегодняшней встречи. Озвучу, он такой очень философский. Перейдем к следующему. В отношении заключения договора с пациентом на оказание медицинских услуг. Всегда ли это необходимо, например, при взятии биоматериала на исследования, при инъекциях, или все-таки достаточно иметь информированное согласие пациента. Ну, Ктения, это, наверное, ваша песня. Да, я даже собрала воздух, а тяжело вздохнула. Да, это необходимо. Очень короткий ответ. Да. В любом случае должен быть договор о оказании медицинских услуг, согласие на добровольное медицинское вмешательство, согласие на обработку персональных данных. В этот же момент пациента должна быть возможность подписать отказ от медицинского вмешательства. То есть вот это те документы, те бланки, которые должны быть обязательны. В бумажной форме? Да, в бумажной форме. Или в электронной все-таки какие-то подвижки есть? Сейчас это очень сложно, потому что закон однозначно говорит о том, что должна быть собственноручная подпись, либо электронная квалифицированная защищенная подпись. Сейчас обсуждается вопрос о подписании данных документов, например, с использованием портала госуслуги, но по факту на текущий момент это не реализовано. Поэтому нужно иметь живой договор, что называется, с подписью пациента, согласие на медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных данных. Конкретно если мы говорим о том, что услуга такая объемная, и вот написано очень много по ней, а вот каждый раз, если эта услуга повторяющаяся, тратить столько бумаги сложно, то имеет смысл эту услугу описать в отдельный процесс, в отдельный документ и в согласии на информированное, на добровольное медицинское вмешательство поставить такую галочку, где было бы написано, что вот с правилами оказания данной услуги пациент ознакомлен, и он там подписывается. Вот я был на совещании в Департаменте информационных технологий Москвы, и у них есть большое желание все-таки запустить электронный документ оборот с помощью подписи через госуслуги, отойти от бумаг, то есть намерения есть, планы реализовать есть, я думаю, что все-таки вопрос очень ограниченного времени, когда мы все-таки сможем отказаться от бумаги, экономить лес, и все полностью перейти в цифру, да, то есть будем просто ждать, когда это станет легитимным, но сейчас надо все подписывать, надо сейчас все оформлять. Вопрос про корпоративный договор или акционерное соглашение, наверное, Ксения, тоже к вам вопрос в первую очередь. Какие ограничения обязательно нужно предусмотреть в этом соглашении для защиты интересов одного участника? Здесь вопрос мне не совсем понятен, потому что там один участник, и непонятно его процент владения долей, либо размером акции, потому что я здесь могу находиться как с одной стороны, так и с другой стороны. Например, если мы говорим о мажоритарном собственнике, например, это владелец клиники, который привлекает инвестиции, то у него главная задача обеспечить наличие корпоративного контроля, чтобы миноритарный участник не мог блокировать избрание генерального директора, распоряжение денежными средствами и так далее. Если мы говорим об обратной стороне, то есть инвестор хочет зайти в бизнес, но хочет контролировать мажоритарного участника для того, чтобы понимать, какие решения принимаются, влиять на управление обществом. Тогда это другая история. Тогда нужно предусматривать повышенный порог голосов для принятия решения о назначении избрания генерального директора. Либо есть также закон, нам сейчас позволяет избрать двух генеральных директоров. Например, они могут действовать одновременно, подписывая документы. Это, конечно, не ложится в сознание с первого раза. Я знал, что про это возможность, но как же так два генерального? Он же генеральный, он один должен быть. Но, тем не менее, возможно, никаких ограничений. Да, возможно. Пока не очень часто встречается такая инструкция. И, наверное, многих будет вводить в ступор такой, когда столкнутся, что... Одного бы найти. Но еще рабочий механизм, это если второй участник, допустим, или там пул участников предлагает финансового директора. И тогда, например, уходят платежи за двумя подписями. Одна подпись генерального директора и финансовый директор, который представляет другую сторону, другого собственника. И вот они таким образом соблюдают сапаритет. То есть все, что нужно обязательно предусмотреть, я бы рекомендовала, это вот именно моменты назначения генерального директора и моменты, связанные с развитием общества и расходованием денежных средств. Вот эти три момента, которые всегда рождают разногласия. У нас буквально еще несколько вопросов осталось. И, наверное, уже не совсем они именно с точки зрения юриспруденции относятся. Но, тем не менее, давайте их озвучим. Вот есть, я вот зачитаю, сотрудничество некоторых частных клиник с учреждениями, проводящими медицинское освидетельствование, например, водителей, в результате которых ставится резолюция годен без присутствия пациента. Как к этому явлению относиться в частной медицине? Норма, неизбежное зло. У меня тоже есть ответ. Ну, давайте сначала вы ответите. Мне кажется, как в частной, в государственной медицине без... Нет ножек, нет мультиков, нет пациента. Не пришел он к вам, не осмотрели вы его, значит, не может быть никакого заключения. Я думаю, что это пена, которая всегда есть на поверхности волны. Понятно, что это грубейшее нарушение. И, на мой взгляд, наличие этих нарушений не зависит от формы собственности медицинского центра. Такие же нарушения есть и в государственных, и в частных. Конечно же, это зло. Насколько-то неизбежное, ну, давайте будем надеяться, что нет, с этим надо бороться. Это, конечно, недопустимо ни в одном ни в целом случае. По сути, это подделка медицинской документации, поэтому это влечет за собой разбирательство, да. Ну, наверное, вы согласны, да, туда особо не добавить, нечего. Ну, и финальный вопрос. Все-таки выделите главное преимущество частной клиники передгосударственной. Я озвучиваю. Я хочу рассказать про плюсы, которые, возможно, реализует я, мои коллеги, другие главные врачи. Мы более гибкие в чувстве перемен. И в настоящее время люди приходят за, понятно, что за тщательностью, за качеством медицинских услуг, но они приходят также за коммуникацией и за временем, которое врач может уделить им на приеме. И они иногда понимают, что 20 минут, которые есть в поликлинике, которые закреплены законодательно в стандартах оказания услуг в ОМС, это недостаточно будет для того, чтобы вникнуть в их проблему, для того, чтобы начать разбираться. Они хотят приходить к одному и тому же доктору, а не к дежурному, например, врачу на участке. И с этим, наверное, связана преимущественно частная медицина перед государственной. Государственная медицина, еще раз подчеркну, очень хорошо развивается за последние годы. Прекрасно оборудованы поликлиники, стационары. И мы рады будем, наконец-то, слиться в единое поле, которое будет остро чувствовать перемены потребностей пациентов и потребностей врачей и уважительно относиться к одному и другому лагерю. И нас не будет разделять какие-то предубеждения. Да, я не очень приемлю для себя такое деление. Есть качественное оказание медицинской помощи. И некачественное. Форма собственности, государственная, частная, может быть, смешанная будут, там и есть, государственная, частная. Это дело второе. Есть нюансы и там, и там. Есть где-то больше гибкости, где-то надо больше стабильности, больше возможностей, зачастую государственных учреждений, больше возможностей финансовых, чем участников. Например, многие... И те, и те нужны. Да, конечно. Многие виды деятельности, например, нейрохирургия, кардиохирургия, они практически невозможны в частном секторе, потому что они затратны и они не маржинальные абсолютно. И государство вкладывается в это. Детская онкология, онкология в целом. То есть многие виды деятельности, которые никогда в целом не перейдут, потому что они не являются основой предпринимательства. Основа предпринимательства получения в том числе прибыли, оказания услуг, но получение прибыли. А здесь это будет невозможно. На мой взгляд, фундаментальная задача частной медицины это снять нагрузку с государственного сектора в тех случаях, когда люди готовы заплатить за сервис, за удобство и выделяется больше средств, можно выделить больше средств на решение тех проблем, на которые частная медицина не может замахнуться. То есть условно, так пришлось бы покрывать за счет бюджета все кейсы, а так частная медицина часть вопросов снимает за счет бизнеса, за счет предпринимательства и у бюджета есть возможность эти деньги, которые они потратили бы на простые какие-то случаи, направить на сложную медицинскую помощь. Это идеально. Ну, хочется в это верить. Большое спасибо вам, что были сегодня с нами в нашем эфире. Следующая наша передача из цикла «Врач становится предпринимателем» будет посвящена вопросу управления персоналом. Все, что связано с мотивацией, с подбором, выгоранием, составлением мотивационных схем. Следите за анонсами, будем рады видеть вас на нашей программе. Оставайтесь с нами в программе Совет директоров. Марина, Ксения, спасибо большое за ваш участие сегодня. Большое вам спасибо. Спасибо за приглашение. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова